На автобусе, трамвае или автомобиле. Путь горожанина в любую точку нашей столицы должен быть легким и быстрым. За воплощение этой цели в жизнь взялись республиканские и городские власти. 124 новых автобуса поступили в нашу столицу в 2022. С их приходом подвижной состав увеличился до 170 машин. Пополнение автопарка МУП «Городские маршруты» – часть масштабного плана властей по развитию городского пассажирского транспорта. Как вам сам автобус? Красивый, новый. Тепло? Тепло. Закупают автобусы большого и среднего класса. Вячеслав работает в МУП «Городские маршруты» уже больше 20 лет. Сейчас водит новый «Волга-баз». Семь печек, люки и кондиционер, светодиодное информационное табло, камеры наблюдения и двойные розетки USB. Я смену отрабатываю, но я, считай, почти не устаю. Машина мощная, едет хорошо, но не устаешь. Поэтому или на старой машине ты как-то помогаешь, ешь. Устает спина. А здесь сидения хорошие, все удобно, автомат. Благодаря пополнению муниципальный автопарк стал обслуживать еще и маршруты номер 2, 3, 37, 59, 92, 95 и 100. Причем упор стараются делать на отдаленные микрорайоны, ведь туда частники заходят неохотно. «Большой класс» мы выпустили в основном по магистральным направлениям, то есть левый берег, маршрут номер 1, маршрут номер 10, маршрут номер 3, маршрут номер 16. Это наше направление уникальное. Маршрут 134, 135 – это сосновый бор, поселок Звездный. Вот эти направления усилены автобусами большого класса. В этом году ждут поступления еще 14 автобусов. И никто бы даже и не думал, наверное, еще два года назад, что нам получится закупить такое огромное количество транспорта. Даже в советское время, мне кажется, столько автобусов не покупалось. Волевым решением главы совместной работы администрации города и правительства Республики Бреки было куплено на 124 автобуса на сумму больше миллиарда рублей. При таком количестве транспорта нужно было начать активную работу по набору водителей. Из сентября 2022 потенциальным работникам стали предлагать все более выгодные условия труда. Сейчас зарплата стартует от 55 тысяч рублей. Мы также выплачиваем 20 тысяч рублей подъемными каждому водителю. Мы также продолжаем переобучение с категории B, C на категорию D бесплатно за счет сил предприятия. С соцпакетом ничего не изменилось, но также у нас полный соцпакет, свыше 50 дней отпуск. И такие меры принесли свои плоды. Сейчас работает более 200 водителей, что в два раза больше, чем полгода назад. Чтобы полностью укомплектовать штат, нужно еще 150. За руль садятся и девушки. Здесь с последними событиями зарплату подняли. Здесь очень хороший, достойный зарплат, как сейчас. Плюс еще сдают подъемные. Вот я, когда трудоустроилась, подъемные выплачивают 20 тысяч. А вы в каком графике работаете? Я работаю при графике 5-2. По сколько часов? 12 часов. Ну, не тяжело? Нет, для меня не тяжело, но мне нравится. Сейчас муниципальный транспорт обслуживает 25 маршрутов. И во всех автобусах действуют льготные проездные для пенсионеров, школьников. А с 1 марта для ветеранов боевых действий, инвалидов и студентов. Задача выход автобусов в муниципальном приятии городские маршруты, чтобы составляло не менее 150 автобусов ежедневно. К этой задаче, я думаю, что в ближайшие месяцы придем. Не надо забывать и о честных перевозчиках, которые 30 с лишним лет обслужили город Улан-Де. Необходимо тоже оказывать им всестороннюю поддержку. Новые автобусы есть. Но по каким схемам они должны ходить, чтобы людям было удобно? Обследовали пассажиропоток в нашем городе и дали рекомендации по оптимизации маршрутной сети специалисты Пермского агентства дорожной информации «Радар». У вас неравномерное распределенное население, то есть там очень большой объем малоэтажной застройки по периферии. То есть, конечно, эти все особенности, они, в общем-то, и обусловили те отличия в общественном транспорте, которые мы сейчас видим. Полтора года назад специалисты провели социологический опрос, подсчет пассажиропотока, использовали данные операторов сотовой связи и показания приборов учета, которые стоят в транспорте. Пришли к выводу, что нужно довести парк до порядка 200 автобусов. И к этой цифре мы уже близки. Транспортная модель, которую разработали наши партнеры и наши исполнители, предусматривает приобретение автобусов, уменьшение параллельных маршрутов, дублированных маршрутов, внедрение нового тарифного меню и, соответственно, просчет экономики. Экономики для бюджета, экономики для наших граждан. Какие-то маршруты придется сократить, но это пойдет только на пользу, утверждают аналитики. Ведь будет более удобная альтернатива. Вот, например, маршрут появится в будущем 3К. Это связь маршзавода Восточного со Стрелкой. И там пересадка на трамвай. Например, маршрут номер 10 появился, который дал возможность связать аэропорт и ЖД вокзал, что так было важно не только для жителей, но и для туристов. Удобные стыковки общественного транспорта – еще одна ступень на пути к цели. Чтобы люди могли пересаживаться из автобуса на трамвай и обратно и не платить за проезд дважды, разработали систему пересадочного тарифа. Там важными условиями является безналичная оплата проезда. Время между оплатами через терминал составляет 60 минут. И необходимо пользоваться одной и той же банковской картой, либо смартфоном. Люди эксперимент оценили положительно. Ежедневно этой услугой пользуется более 200 горожан. И дальше маршрутов, на которых реализуют систему пересадочного тарифа, будет все больше. У меня есть свой автомобиль. По городу я предпочитаю передвигаться на трамвае или на автобусах. А на трамвае вообще хорошо. Никаких пробок идет своим ходом. Быстро, доступно. Да и к тому же трамвай априори дешевле для маршрутки. Да, он не такой быстрый, но всегда. Ввиду того, что у нас город относительно небольшой, есть кольцевые маршруты, доехать можно куда угодно. То есть городу нужен трамвай? Естественно. И тех, кто выбирает трамвай в нашем городе, все больше. В 2022-м количество пассажиров экологически чистого транспорта в столице выросло на 3 миллиона. И теперь это 20 миллионов человек в год. Обновлять парк стали еще в 2019-м. Тогда закупили 10 новеньких львят. После пришли еще 10 вагонов из Москвы. Мы же сами начали забывать, что когда-то были такие времена, когда в городе хотели закрыть трамвай. Почему? Потому что в настоящее время трамвай живет, трамвай развивается. И те темпы, которые я сказал по развитию, они достаточно такие неплохие, хорошие. Ну и мы видим самое главное, что люди, жители пользуются трамваем. Что данный вид транспорта, он нужен городу, он нужен горожанам, он трамвай востребован. На сегодня в парке 72 вагона. В МУПе трудятся около 600 человек. В прошлом году занялись ремонтом цехов, а еще улучшением условий труда для сотрудников. Тут готовы принять и обслуживать еще более 40 трамваев. Следующим шагом стало внедрение интеллектуальной транспортной системы. Она призвана решить вопрос с пробками и взять под контроль дорожное движение. ИТС использует инновационные разработки, чтобы регулировать транспортные потоки. Сразу виден основной функционал. Это видеокамеры, то есть это один из основных элементов осуда, вообще в принципе, любого осуда, и в том числе нашей интеллектуальной системы. То, чего у нас не было. То есть да, были отдельные видеокамеры у нас на дорогах, но они не специальные, и ситуация дороги на них практически плохо просматривает. Сейчас у нас получается обзор каждого узла, каждого перекрыстка, на котором установлены камеры. К светофорам подключены контроллеры. Ими можно управлять прямо из диспетчерской. К примеру, менять длительность сигналов, если где-то скопился затор, или вообще выключить регулировщик при поломке. В ГИБД у нас были ключи от контроллера. Где-то, если надо было, светофор уже сломался, экстренно надо было отключить светофор. Мы выезжали сами, отключали светофоры прямо на месте. А сейчас все это делается в автоматическом режиме, и получается, можно управлять движением, не выходя из кабинета. Для этого и сами светофоры модернизировали. Начали с самых загруженных участков в городе. Терешковый, Ключевская, Ленина, Бабушкина, Смолина, Жердево. На перекрестках улица Николая Петрова и улица Ботаническая, улица Калашникова, проспект Строителей, улица Ербанова, улица Коммунистическая. Всего к системе подключили 54 светофора. В 2023 году модернизируют еще 23. Установят 37 обзорных камер, 55 детекторов. Также планируется доустановка программного обеспечения. Со временем появится возможность адаптивного регулирования. То есть светофор будет, эта система действительно будет уже интеллектуальной, умной, сама будет принимать решения. Это будет, конечно, контролировать все человеком с места, но так или иначе появится возможность уже принятия более серьезных оперативных решений. В результате введение системы на городских дорогах стало безопаснее. Количество ДТП за год на загруженных участках снизилось на 8%. И это еще не все плюсы, которые дает ИТС. Ведь у горожан имеется возможность отслеживать движение общественного транспорта в режиме реального времени. Для этого нужно лишь скачать приложение или перейти на сайт в интернете. Задача нашей транспортной реформы – сделать первое доступным общественным транспортом. Никаким образом не заставлять отказываться частных туристов от своего личного транспорта. Просто популяризировать общественный транспорт, потому что он будет более доступным. А после того, как общественный транспорт будут выбирать все больше горожан, для него сделают выделенные полосы. Причем работу эту начнут уже в 2023 году. Так что горожан ждут большие перемены, которые сделают жизнь пассажиров и автомобилистов еще комфортнее. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok